Добрый вечер, дорогие друзья! И в эфире с вами я, Валерий Соловей, на своём YouTube-канале, за пультом, как обычно, оператор Георгий, который вам передаёт привет. Я надеюсь, что Георгий обеспечит нам сегодня качественную связь, и нам никто не будет гадить. Нам никто не будет гадить, да. Вот я сам себе только что нагадил, забыл отключить звук в своём планшете. Спасибо вам, вам за то, что вы, всем, кто сейчас смотрит, нас, потому что это пятница, я понимаю, могут найтись более приятные дела, может быть, и не менее важные, но совершенно точно более приятные. Так что спасибо всем нашим зрителям и слушателям. И, конечно же, первым делом напишите, пожалуйста, как вы слышите и видите нас? А Георгий даст знать, всё ли в порядке со звуком и видео. Вот Георгий мне показывает, окей, что всё в порядке. Спасибо большое, дорогие друзья, что вы откликнулись на нашу просьбу. Как обычно, мы проводим стрим в традиционной манере. То есть я сперва отвечаю на один из тех вопросов, которые поступили заранее, а затем на один из числа тех вопросов, которые сейчас поступают в чат. Вот первый вопрос задаёт обнулённая Россия. Хранил сегодня мать, мои соболезнования, искренние соболезнования. Морги творится ад, люди злые, до темна не могут получить своих родных. Смертности такой не было за всю историю России. Объясните, что творят эти единороссы с Путиным? На кого они работают? Кого они работают, что в стране смертность выше, чем во времена Великой Отечественной войны? Смертность уже ниже, чем во времена Великой Отечественной войны? Да, ну я понимаю ваш гнев, то, что вы раздосадованы. К сожалению, мне сравнительно недавно самому пришлось попрощаться с мамой моей. Это было летом. И я, в общем, наблюдал, как всё происходящее. Правда, тогда не было такого всплеска заболеваемости ковидом, как сейчас. Да и мама моя пожила, слава Богу, достаточно. Она умерла на 92-м году жизни. Что касается того, на кого они работают, они не работают на рептилоидов. Они не работают на Госдеп США, если вы имеете в виду российскую власть. Они работают исключительно на собственный кошелёк. В довлетворении собственных амбиций и на построение светлого будущего для своих детей и внуков. Вот на что они работают. К сожалению, вот в этом их стремлении они пересеклись с нами. Мы для них биоматериал, биомасса, которую они используют так, как хотят. И вы сейчас это всё лучше и лучше понимаете. Они из нас выжимают все возможные соки и надеются выжимать впредь. И только от нас зависит, позволим мы с вами этой политике продолжаться или всё же нет. Татьяна Провилова. Был ли визит Нулан полезным для России? Да, визит Нулан был в каком-то смысле полезным для Кремля. Не уверен, что он был полезным для Российской Федерации. О содержании визита мало что сообщается, обсасываются какие-то незначительные подробности. Как только я узнаю, точнее, как только мне доложат о том, что происходило во время переговоров в Нуланд, я вам с удовольствием об этом сообщу. Я с вами с удовольствием поделюсь. Семён Вихреб. Как вы думаете, главные действующие лица осознают все свои действия? То есть, они сознательно пользуются этими методами, которые использовались в 30-е годы прошлого века? Тут объявление физических лиц иностранными агентами. Фактически «жёлтая звезда». Кстати, согласен. Такая стигматизация. Потери работы, вторжение в частную жизнь, проверки и блокировки счетов. Создание гетто и концлагерей. До этого остается всего лишь пара шагов. Хотя концлагеря с командами садистов, похоже, готовы. Тем не менее, помнят ли они, чем дело кончилось в 45-49 годах? Семён. Есть такое когнитивное искажение. Оно называется «эффект третьего лица». В данном случае, вот это когнитивное искажение очень точно объясняет стиль мышления людей, которых вы подразумеваете в своём вопросе. А искажение вот это, то есть эффект третьего лица, оно говорит о следующем. Что мы считаем, что всё то, что случалось, вот все эти исторические примеры, которые вы упомянули, и масса других примеров, относится к кому угодно, но не к тем конкретно людям, которые совершают все эти действия. Кстати, я напомню, что преступникам сталинских времён удалось спокойно дожить до седых волос, и они умерли в собственной смерти. Так что у этих тоже есть надежды на то, что они точно так же доживут до седых волос. А если у них будут поджигать, подгорать точнее, их будут поджигать, у них будут подгорать под ногами, земля будет гореть, то они надеются эвакуироваться в другие страны. Но это те, кто относится к среднему уровню, те, кто относится к верхнему уровню, к верхушечной группе элит, они прекрасно понимают, что для них их поражение – это не только потеря активов, не только потеря свободы, но и, возможно, потеря жизни. Поэтому они готовы бороться за свои активы, подчеркну, за свою жизнь до последнего русского. А вот те, кто пониже, ещё раз, у них есть эффект третьего лица, а большей частью, я думаю, они вообще не способны к соображениям. Вы же посмотрите, это махровые садисты, махровые садисты, биороботы. О каких мыслях, о каких исторических аналогиях примитительно к этим антропоморфным созданиям можно говорить? Ни о каких. Татьяна Провилова. Как будут развиваться события в России? Революция или подавление права народа, как всегда? Татьяна. Вообще-то, как будут развиваться ситуации в России, зависит от тех, кто в России живёт, понимаете? От нас с вами, никто за нас с вами, нашу судьбу изменить не в состоянии, не инопланетяне, не рептилоиды, не масоны, только мы с вами. Я склонен полагать, что, скорее всего, мы перейдём к очень сильному социально-политическому потрясению. Но мы перейдём к нему через резкое ухудшение. Это резкое ухудшение в плане политических и гражданских свобод нас ожидает в ближайшие месяцы. Оно будет очень тяжёлым. Это будет самое тяжёлое время, которое нам, видимо, придётся пережить. Гораздо тяжелее того, я точно знаю, что я переживал лично и, думаю, многие из вас. Но закончится всё это время крахом этой системы. Максимус Майна. Вопрос не по теме, но очень для меня животрепещущий. Почему человек с ярко выраженной провинциальностью даже прочитал много десятков толстых, скобочках, некудожественных книг, так от этой провинциальности и не смог избавиться? Недавно вы говорили о том, что нужно прочесть много толстых книг для собственного развития, но пример, приведённый выше, мне не даёт покоя. Максимус. Чтение книг – это очень важный путь и способ для того, чтобы подняться над самим собой. Не просто образоваться, потому что мы получаем, если читаем не билетристику, а, допустим, научпоп или какую-то профессиональную литературу, мы получаем важные практические знания и навыки. Это в любом случае путь подняться над собой и расширить свой кругозор. Но есть знаменитая фраза, она в разных вариантах подаётся, я уверен, что вы её не расслышали. Можно вывести девочку из провинции, нельзя вывести провинцию из девочки. Это, к сожалению, для многих, не для всех чистая правда. Вы знаете, в чём здесь корень? Дело в том, что многие психические черты, очень многие психические черты, основные психические черты наследуются. И никаким образованием, никаким воспитанием, никаким внешним лоском их не изменить и не перебить. Так было и так будет. Увы. Такова человеческая природа. Мы зависим от нашей наследственности, от нашей биологии гораздо больше, чем нам хотелось бы, чем нас учат и чем нам кажется. Примите это просто как данность. Есть вещи, есть люди, которых изменить невозможно. Просто невозможно. Вот когда я отвечал на один из первых вопросов, я говорил о садистах, на вопрос Семёна Вихрева. Вот это как раз яркая иллюстрация. Этих антропоморфных созданий мы изменить никогда не сможем. Никаким воспитанием. Помните замечательную русскую поговорку? Горбатого могила исправят. Это вот относится к таким людям. Сергей 3. Почему крах системы неизбежен? Деньги есть, силовики накормлены. Потому что система сама себя изжила. Потому что, как говорит, гласит знаменитая фраза, всё казалось вечным, пока вдруг не закончилось. Я помню, как рухнул Советский Союз, он тоже казался незыблемым. А всё рухнуло быстро и в три дня. Вадим Гришин. Как можно объяснить экономический парадокс? Укрепление рубля к основным валютам, доллар-евро, при заметном падении покупательной способности рубля внутри России. Вадим, ну объяснение же очень простое. Прекрасные нефтяные цены, довольно-таки высокие. Приток валюты. Всё в порядке с золотовалютными резервами. Ситуация экономическая в общем благоприятна. Есть какой-то экономический рост. Есть в мире экономический подъём. Сырьё, несмотря на все заклинания зелёной энергетики, это когда-нибудь, конечно, будет, но всё это произойдёт не так быстро, востребовано. Поэтому в этом смысле всё в порядке. Рубль должен укрепляться. А то, что цены растут, так это, извините, вопрос не к доллару и не к евро. Это вопрос к нашим монополиям, в том числе к монополистам на рынке розничных услуг и к повышению просто цен. К повышению цен. Они повышают цены, чтобы компенсировать свои затраты и для того, чтобы получить дополнительную прибыль. Вот так это всё и объясняется. Лариса Левина. Как вы относитесь к идее создания теневого правительства? Лариса, я отношусь к этой идее очень прохладно, потому что никакое теневое правительство создать в Российской Федерации невозможно. Вот только вы попытаетесь его создать, тут же произойдёт что? Правильно. Все члены теневого правительства окажутся где? Правильно. А в лучшем случае они будут поражены в своих гражданских правах. А в худшем случае они окажутся где-нибудь в заключении. Поэтому, скорее всего, теневое правительство, если создавать, или правительство в изгнании, тогда уж правильно его называть, можно где-нибудь в эмиграции. Но скажите, если те люди, которые пользуются таким всеобщим авторитетом, чтобы они могли стать членами этого правительства в изгнании. Или мы будем голосование проводить? А что будет с сайтом? Так что, думаю, что эта идея красивая, но в российских условиях абсолютно нереализуемая. К великому сожалению. Синий айсберг. Согласны ли вы с мнением о том, что Армения является самой пророссийской и прорусской страной постсоветского пространства? Я не уверен, что самая прорусская, вот самая прорусская, возможно, это всё-таки Белоруссия. Понятно, что не Украина. Вот, скорее всего, Белоруссия. А что касается самой пророссийской, то, думаю, Армения действительно одна из пророссийских стран. Одна из пророссийских стран. И это надо ценить, потому что, честно говоря, благодаря действиям Кремля, у России осталось не так много союзников. Но я имею в виду искренних союзников, а не тех, которые нам в лицо говорят, что мы с вами братья навек, на самом деле рассчитывают на самые низкие газовые цены. Галина Зипцева. Готовы ли власти расстреливать массовые протесты и демонстрации? Галина, власть Верховная к этому готова. Другое дело, что её приказы выполнены в этом случае. Вот именно в этом случае не будут. Галина Зипцева. Виталий Потапкин спрашивает, будут ли полезна временная отмена моратория на смертную казнь? Виталий, вы знаете, я вот думал, что, может быть, порой у меня мысли такие закрадывались, признаюсь. Поступить как в Израиле в своё время, когда Эйхмана поймали, евреи привезли его в Израиль, судили, а в Израиле была отсутствует смертная казнь. Так вот, они её на один день ввели, то есть отменили запрет на смертную казнь. Их мы наказнили, а потом запрет восстановили. Иногда я задумываюсь над тем, может быть, нам пойти по этому пути. Другое дело, что я в любом случае принципиальный противник введения смертной казни, или точнее отмены мораторий на смертную казнь в Российской Федерации. Я объясню, почему. Не потому, что нет преступлений, которые заслуживают такого наказания. Конечно, такие преступления есть. Серийные убийцы, насильники малолетних, организаторы наркосетей, безусловно, заслуживают исключительной меры наказания. Но кто проводит следствие и кто выносит приговоры? Мы с вами верим в действенности российской кривдоохранительной системы. Мы с вами верим российскому кривосудию. Ответьте. Я думаю, что нет. Поэтому сперва реформа, кривдоохранительная система и кривосудие, а только потом можно рассуждать о введении или не введении смертной казни. Никак иначе. В противном случае, я вам напомню советский опыт, что за убийство, которое совершил Чикатило, были расстреляны ни то два, ни то три совершенно невиновных и невинных человек. Котики не плачут. Прекрасный, кстати, Ник спрашивает меня. Особенностью политики в России является то, что борьба элит заканчивается с нулевой суммой и никогда договоренностью между элитами. Это одна из причин победы авторитаризма в России. Да, более или менее так. В будущем можно ли спрогнозировать победу одной из элитных группировок с нулевой суммой? Дело в том, что спрогнозировать мы можем что угодно. И победу одной из элитных группировок, и полное уничтожение или, по крайней мере, прореживание ключевых элитных группировок. Я думаю, что вариант с децимацией элитных группировок, децимацией в кавычках, был бы наиболее благоприятен для последующего развития Российской Федерации. Оля, я спрашиваю, как вы думаете, сколько еще власти смогут прогибать наш народ, когда у людей кончится терпение? По вашему мнению, уточняет Оля. Оля, нет на этот вопрос, к сожалению, ответа. Его не существует. Этот ответ всегда находится постфактум, то есть, когда терпение закончилось. С точки зрения власти, прогибать народ можно еще долго. Я думаю и надеюсь, думаю и даже уверен, что власть ошибается. Но выяснится, это опять же, с опозданием. И когда это выяснится, власти будут очень плохо. Народ сам потом пожалеет о том, что он совершил, но будет уже, как обычно, поздно. Влади спрашивает, говорят, история развивается по спирали. Скажите, на какой период истории похоже наше время? Влади, я думаю, что вы понимаете, естественно, любые исторические аналоги ограничены. Но в данном случае я бы провел аналогию ближе к смерти Сталина, ко времени смерти Сталина. Когда, скажем, середина 52-го года, конец, когда, казалось, мрак окутал Советский Союз, не Россию, тогда Советский Союз, и этот мрак не удастся уже рассеять. Когда арестовали людей, когда ходили самые мрачные слухи, допустим, о массовой депортации евреям, эти слухи не имели подтверждения, фактического выпуска, но тем не менее ходили. Вот это было самое мрачное время, а потом все вдруг закончилось. Я думаю, что в России, даже уверен, произойдет точно так же и по очень схожим причинам. По очень схожим причинам. Кстати, с удовольствием вам скажу, что я сейчас готовлю цикл исторических передач. Возможно, вы смотрели передачу об ордении тамплиеров. Если нет, я вам рекомендую хотя бы одним глазком посмотреть. Но это было что называется проба пера. А вот сейчас мы с коллегами готовим серию передач на исторические темы. У них будет сквозная идея у этих передач. И они будут интригующе интересными. Я вас уверяю. И вот в частности одна из передач будет посвящена тому, что происходило в Советском Союзе с конца 52-го года по март 53-го года, когда, как говорят, умер тот, помрет и этот. Милана спрашивают, царь Дор Милана, почему передача власти продляется на следующий год? А передача власти это процесс. И было несколько вариантов его передачи этой власти, то есть транзита верховной власти. они зависят от обстоятельств, в том числе связанных со здоровьем президента Российской Федерации. И это в любом случае процесс. Я, кстати, об этом постоянно говорил, что это процесс, который будет длиться месяцы. Не года, нет, ни в коем случае не года. Сергей Соболев. Помню опустевшие кабинеты на Старой площади, дом 4, в 1991 году. Помню ребят и следственные оперативные группы, что расследовали дело по золоту партии. Когда еще раз увидим опустевшие кабинеты в этом здании, валяющиеся на полу портреты вождя и дело на ОПГ Путина? Сергей, увидим, так будет. Но я боюсь, в этот раз не так мирно, как в августе 1991 года. К сожалению, для всех нас. Вы же понимаете, что если сильно-сильно пружину сжать, а сейчас русский народ, но вообще народ России в целом, это такая пружина, которую сжимают. Власть надеется, что пружина сломается. А с моей точки зрения она способна распрямиться. Если эта пружина распрямится, то август 1991 года покажется, ну а тем, чем он и был, конечно, сугубо вегетарианским эпизодом российской истории. Люцифер Люциферович спрашивает. Выборы прошли. Результаты ожидаемы. Как действовать среднестатистическому россиянину для изменения ситуации в России к лучшему? Хороший вопрос. Постараюсь дать на него максимально конкретный ответ, но все равно он будет несколько расплывчив. Значит, первое. Главный долг среднестатистического россиянина, я думаю, это россиянин прекрасно понимает, это заботиться о своей семье, родных, близких и о себе самому. Постарайтесь заняться этим. Это первое. Второе. Если у вас остается еще немножко времени, если у вас в вашем сердце стучит пепел класса, попытайтесь заняться пропагандой и агитацией, тех идей, которые вы считаете правильными. Это могут быть левые идеи, если вы сторонник коммунистической партии, или движения за новый социализм. Это могут быть либеральные идеи, любые. Агитации и пропагандой, приемлемых для вас относительно безопасных форм. Понятно, да? Третье. Постарайтесь документировать преступления режима. Документировать это что значит? Это видео, это действительно документы. Я объясню, для чего это надо. Придет время, когда все это востребовано будет. Когда будут проводиться иллюстрации, когда будут проводиться разбирательства, когда будут возбуждаться уголовные дела и проходить судебные процессы. Не надо никогда обвинять людей голословно. Не стоит в этом смысле уподобляться действующей власти. Все должно быть задокументировано. Так что вашим документам будет дана сила, будет дан ход. И третье. Крепить горизонтальные связи. Это очень важно. Помните знаменитую фразу Маяковского? Ну, те, кто учил литературу в советское время, ее должны помнить. Плохо человеку, когда он один. Так вот, в любом социально-политическом действии востребована не личность, за редчайшим исключением, востребована группа. Для того, чтобы эта группа появилась, надо сейчас создавать и укреплять горизонтальные связи. Любой безопасной, подчеркну, безопасной и приемлемой для вас форме. Это могут быть какие-то совместные действия, прогулки. Как бы раньше были маевки, пожалуйста, субботники. Субботники по приведению двора в порядок. Какие-то совместные действия. там походы в театры, можно ли это назвать. Но что-то, что вы делаете вместе, вплоть до чаепития, вплоть до чаепития. Это чрезвычайно важно. Налаживайте отношения со своими соседями, со своими знакомыми, с тем, кому вы доверяете. Не торопитесь в доверии. Попытайтесь налаживать горизонтальные связи. Это то, что можно делать здесь, сейчас и можно делать в общем-то безопасно. Лена Варницына. Приведет ли принудительная вакцинация детей к массовым недовольствам? Или покорность народа не оставляет шансов на то, что люди выйдут на улицу? Лена, а только опыт, только практика даст ответ на этот ваш вопрос. Мне самому это крайне интересно. Как будут себя вести люди? Я вижу обширную интенсивную полемику между вакцерами и антиваксерами, но я на самом деле не видел особо активных выступлений антиваксеров против фактически уже начавшейся обязательной вакцинации. А то, что она примет обязательный характер, в этом можете не сомневаться. Я не видел. Значит, я исхожу из того, что тогда те люди, которые в социальных сетях проклинают всех и всяк, кто делает прививки и призывает на их головы разные несчастья и кары, я не уверен, что эти люди в состоянии защитить свой выбор из собственных детей. Если я ошибаюсь, мы увидим. Лариса Казанова или Казанова, наверное, Казанова, Казанова все-таки вряд ли. Когда будете звать на баррикады, вы меня услышите. Как только время придет, вы услышите призыв. И не только от меня. Саня Викторович спрашивает, будут ли в счастье счастье? Счастье это небольшой город, где я родился, это пригород Луганска. По Донбассу есть ли надежда на урегулирование? К сожалению, нет, никакой надежды не будет, пока у власти в России находится президент Путин. Вячеслав Романов «Каким образом Путин, учитывая биографию и личные данные, которые должны были быть известны его тогдашнему начальству, в 90-е годы получал назначение на ответственные должности, вплоть до передачи ему Ельцина в Верховной власти? Что, по вашему мнению, помогло его карьере? Желательно понять это, чтобы по возможности не допустить повторения? Это прекрасный вопрос, на эту тему много написано, биография Путина, причина его восхождения. Вячеслав, многое зиждилось на случайности, случайностях и совпадениях, поверьте. И в истории так всегда, от случайностей зависит гораздо больше случайностей и совпадений, чем нам кажется. Особых закономерностей в истории нет и, пожалуй, никогда и не было и вряд ли когда-нибудь будут. Ну, кроме одной, допустим, мы все когда-нибудь убрём. Хотя, одному еврею 33-х лет удалось опровергнуть и эту неизбежность. Что касается Путина, вот та информация, которую вы подразумеваете, в глазах тех людей, которые принимали решение, была достоинством. Это его беззастенчивость и готовность на всё. Понимаете? Беззастенчивость и готовность на всё. Благодаря этому он и продвигался по карьерной лестнице. Но что он сделает такую карьеру, я думаю, те люди, которые первоначально продвигали, допустим, в Петербурге, а позже в Москве, они, конечно, не рассчитывали. А дальше сошлось. Дальше сошлось, ряд обстоятельств совпали. Те люди, могу сказать, которые сыграли ключевую роль в том, что Путин стал преемником Ельцина, их первоначальный выбор был встречен, я знаю, даже среди тех, кто с ними работал, крайним удивлением. Крайним не потому, что те люди, которые с удивлением восприняли выбор Путина, они так уж хорошо его знали, хотя информация у них была, а потому, что они видели крайне серого, невзрачного, каким казалось, липкого и совершенно неспособного к решительным действиям человека. Понятно, да? А вот те люди, которые сделали его преемником, разглядели в нем другое. Возможно, они как-нибудь об этом расскажут, если им предоставится шанс, или они захотят. А возможно, и даже, скорее всего, они вряд ли захотят об этом рассказывать. Вертухайло спрашивает, рассматривается ли в верхах агрессия против Казахстана? На этот вопрос несколько раз отвечал, что такая возможность гипотетически, гипотетически обсуждалась поздней весной 2014 года, когда президента Назарбаева из Москвы после поездки в Москву эвакуировали на родину в прединфарктном состоянии. Ну, в общем, сейчас в этом никакого смысла уже нет. Да, и ресурсов нет. Сергей Макаров. По ценам на энергоносители Путин опять всех обхитрил. Да, энергетическая война идет сейчас для России, ну, точнее, для Кремля, потому что мы с вами не бенефицары этой войны, поймите. От высоких цен на газ мы с вами мало что получаем. Ну, может быть, чуть-чуть. Вот Кремль и та группа приближенных к Кремлю бизнесменов, да, они много чего получают. Но дело в том, что в репутационном плане это несет колоссальный, наносит колоссальный ущерб и потери для российской власти и для России. К сожалению, как бы мы с вами не пытались отделить, мы постоянно говорим, ну, есть Кремль, есть мы, да. Но на Западе вообще в любой другой стране, не обязательно на Западе, нам резонно скажут, слушайте, вы же проголосовали за Путина. Правда? Ну, чистая правда. Большинство выбрало Путина президента. Значит, вы несете ответственность за его действия? Понимаете, отказаться от этого невозможно. Квот, к великому сожалению, репутационный ущерб колоссальной российской власти, это будет репутационным ущербом для России как государства и для нас с вами, как людей, которые в этой стране живут. Увы. нам надо это принять как данность к этому готовиться. И на то, чтобы восстановить репутацию или хотя бы чуть-чуть обелить, придется потратить многие годы, а возможно и десятилетия. Вадим Мальцев спрашивает. Неужели они все выжили из ума и понимают, что ведут Россию к катастрофе? Это настолько очевидно, что бессмысленно спорить. У кролика перед удавом остается какой-то шанс, а у этих нет. Очень странно у них любовь к себе. Вадим, знаете, то, что кажется алогичным нам, не выглядит таким уж алогичным для людей, которые принимают решения, определяют политику в Российской Федерации. Они исходят из некоторых, каким кажется, базовых обстоятельств. Во-первых, у них ресурсы. Какие? Пропагандистская машина, административная машина, полицейская машина. Это факт? Да, это безусловный факт. Второе. Народ примел все это. Вы скажете нет, мы же с вами не видели никаких протестов после совершенно чудовищно сфальсифицированных выборов. Значит, быдло проглотило. Значит, оно готово нам подчиняться и впредь. Третье. Любая оппозиция, более-менее серьезная, систематизированная в России, уничтожена? Вы скажете нет, уничтожена. Если будут какие-то проблемы, действует обычная русская вузь, рассосется. Запад. Запад что, оказывает давление на Кремль? Ничего подобного. Запад пытается договариваться. Не в заискивающей манере, но совершенно очевидно, он сейчас стремится договориться. Так что, с их точки зрения, все довольно логично. Мои точки зрения, все равно, в этой логике есть серьезные изъяны, но это уже вопрос отдельного обсуждения. Я вот рассчитываю, как мне будет такое обсуждение организовать, но в данном случае, это будет не монолог, это будет диалог или может быть будет двое нас, а может быть будет трое. Кому-то еще приглашу, мы будем это все обсуждать. Тихон Армагеддонский, как вы относитесь к мысли Гордона о том, что в нашей стране в результате большевизма произошла отрицательная селекция? Ну, эта мысль не принадлежит Дмитрию Юрьевичу Гордону, или я не знаю какого Гордона вы имеете в виду, да, отрицательную селекцию я последние 20 лет наблюдаю. Очень, кстати, интенсивно она идет. Ну, же очень простой принцип. Начальники подбирают тех, кто слабее, глупее себя, чтобы те, кто под начальниками не составляли им угрозу. Кстати, сделаю традиционное объявление, даже два, значит, первое, 18 октября мы, мы это я и двое психотерапевтов проводят курс, организуют курс, курс, состоящий из пяти занятий, в том числе трех практических занятий, курс по манипуляции. Манипуляции не в медиа, а манипуляции в межличностных отношениях, во время трудных диалогов и переговоров, ну, в семейных отношениях, манипуляции в коллективе. Если вы захотите в этом курсе принять участие, это платный курс, но цена более чем умеренна, вы можете убедиться в этом, пройдя по ссылке. Ссылка размещена в описании к этому стриму и, соответственно, в первом закрепленном комменте под видеострима. Это первая строка. И последующие строки это банковские реквизиты. Если вы хотите помочь в борьбе за свободу и справедливость, вы можете свои посильные даяния, а всякое даяние благо направить по этим банковским реквизитам. И огромное спасибо тем, кто оказывает нам, сообществу перемен, помощь. Каждый день мы получаем переводы. Всегда это переводы на скромные суммы. И тем более эти переводы важны. Я понимаю, что они идут из самой народной гущи, что называется, от тех людей, которые искренне хотят перемен и на эти перемены надеются. И мы сделаем все возможное. И повторю одну знаменитую историческую фразу и даже невозможное для того, чтобы эти перемены приблизить. И они состоятся. Алекс Кингстаун спрашивает, будут ли новые исторические передачи? Если да, на какую тему ближайшая? Алекс, да, новые исторические передачи совершенно точно будут. Еще раз повторюсь, что передача о тамплиерах это была проба пера. Это был такой этюд, если хотите. Сейчас с нами задуман цикл передач на исторические темы. Я думаю, что нам потребуется минимум три недели для того, чтобы записать первую передачу. Но пока я не буду разглашать даже название этого цикла. Но это будет интересно весьма. Это то, насколько я знаю, чего, по крайней мере, в российском ютюбе не было. Я не знаю, возможно, была на BBC подобная серия. Я не встречал. В России это совершенно точно будет впервые. Цикл на эту тему будет впервые. Когда всё будет готово, я об этом объявлю. Александр Ревич спрашивает, не может ли такой скачок цен на энергоносители серьезным образом изменить и укрепить положение власти на внешнем театре и даже на внутреннем. Александр, да, именно так и происходит. Скачок цен на энергоносители укрепляет положение власти. Усиливают её позиции в международном плане, хотя одновременно наносит из-за поведения российской власти очень серьезный репутационный ущерб. Это в будущем несомненно скажется. Но в будущем это когда-то живём, что мы с вами здесь и сейчас. И плюс обеспечивает для власти возможность социальных подачек. Я обвещаю, повторяю, не выплат, а подачек. Потому что власти нет никакой социальной политики, кроме политики подачек. Разовых подачек. Зайчий тулупчик с барского плеча сбросить нищему обездоленному. Да. Но дело в том, что всё не сводится только к ценам на энергоносители. Это важно. Это заслуживающий внимания фактор, но он совершенно точно не единственный и с моей точки зрения даже не ключевой. Не существует и никогда в мире не существовало прямой зависимости между условно социальным положением и на полностью казны и готовностью людей к массовым протестам. Такой зависимости не существует. Дайамон 66 пишет нет Дайамон 66 что Иванова смотрит. Привет Иванова. Я там к сожалению уже очень давно был. Ну бывал несколько раз. Маргес Симпсон спрашивает что вы думаете о новой статье Суркова? Мальчик скучает на покое и решил о себе напомнить надежде на новую работу. Но это манера Суркова который напоминает о себе в виде неких посланий. Эти послания вызывают интерес потому что в российской власти как считается интеллектуала уже не осталось что чистая правда Суркова была репутация интеллектуала и вот такое напоминание оно с его точки зрения способно снова привлечь внимание к его персоне. Более того я знаю что президент Путин несколько раз сожалел о том что сейчас спецпредставитель президента допустим по СНГ это Козак а не Сурков поскольку у Суркова дела шли быстрее живее и веселее чем у Козака но это не означает что Суркова намерены вернуть и дать ему какую-то должности насколько я знаю пока что это не обсуждается Владимир Леонтьев спрашивает смогут ли русские люди вести себя сплоченнее или никогда не смогут крайне удручает многочисленные примеры унизительного положения вещей например последний пример это то что произошло в московском метро метро Владимир как вы думаете почему русские люди так себя ведут ответ же очень прост потому что власть делает все возможное невозможное для того чтобы их лишить чувства солидарности подчеркну именно их лишить чувства солидарности потому что всегда традиционно начиная с 20 века еще раньше и в 21 тоже власть всегда рассматривает русский народ и как дойную корову и как угрозу что такое демократия демократия зиждется на концепции суверенитета народа большинство российских федераций это этнические русские это не означает что интерес этнических русских противоречит интересам других групп но если русские начнут требовать свои права права какие обычные гражданские права гражданские экономические то это создаст для власти колоссальные вызовы непреодолимую угрозу поэтому власть сделает все возможно еще раз это традиция и советская власть и во многом кстати власти царской россии чтобы не дать русским подняться она всегда считала что русский народ это главная угроза именно народ главная угроза единству империи в данном случае угроза россии поэтому она разобщает русских она их наказывает она формирует с помощью пропаганды с помощью административно полицейского насилия вот эту систему выученной беспомощности как только эти тинеты эти путы спадут тинета тинета по-моему правильно так путы спадут вы увидите как положение начнет меняться не надо призывать людей консолидации дайте им свободу я вас уверяю они сами прекрасно объединятся на почве защиты своих интересов и это приведет к улучшению положения дел в российской федерации потому что не может считаться справедливая ситуация когда колоссальная этническая группа ущемлена в своих правах ущемлены в принципе все в принципе все я бы не сказал что положение народов северного кавказа намного лучше если кто-то шикует и жирует в москве то это не означает что где-нибудь в дагестане живут очень хорошо нищета там просто адова насколько я знаю там в кабардино-балкарии карачаево черкесии положение дел вообще-то немногим лучше чем центральной россии земля плодороднее теплее да это помогает выживать что называется на подножном корму ну в общем социальное бесправие там такое же как и здесь константин половинкин благодарит за эти конкретные четкие инструкции константин всегда надежда шипела вам раньше верила соловью потом поняла что соловей просто наше терпение растягивает чтобы мы на улицу не выходили все кто слушает соловья прекрасно знают что соловей говорит всегда одно и то же что если вы не сможете реализовать свое право вы мы народ российской федерации быть источником власти никогда в россии ничего не изменится это соловей постоянно говорит что все ключевые вопросы решаются не в кабинках для голосования а на улицах и площадях это соловей постоянно говорит что власть считается только с теми кто сопротивляется надежда вы исчезла тех кто слушает но не слышит прискорбное заболевание наталья вершова то есть вы хотите сказать что те кто прививаются молодцы я хочу сказать что и уважаю личный ответственный выбор каждого человека вот это я хочу сказать и это моя принципиальная позиция я никому не навязываю свое мнение но и вас прошу никому его не навязывать океан солярис считаете ли вы что россия это фэнд стоит нет не считаю россия не является несостоявшимся государством это деградирующее государство но она совершенно точно не фэнд стоит я думаю что этой участке даже уверена российской федерации сможет избежать карина к красивую рубашку подарили вам ваши друзья вам она идет с удовольствием передам эти слова своим друзьям спасибо вам большое вадим кудрявцев вчера фашествующие молодчики которые нападали на вас в питере в той же манере напали на мемориал просим объяснить причины такой сурковской прилепинской агрессии ну слушайте их агрессия она инициирована понимаете им за эту агрессию платят вот платят люди другим образом честным на жизнь зарабатывать не могут сами они практически полуживотные я имею виду по своему ментальному состоянию что делает полуживотно они способны только демонстрировать агрессии зачем это власти затем что власть рассматривает любой намек на иную точку зрения на инакомыслие как вызов для самая для самой себя вот и все простое объяснение тут меня спрашивают почему я сбрил бороду у меня для этого была крайне основательная причина но я не рассказывать не стану максим кондратьев нам ждать ближайшее время голодомор продуктами запасаться нет максим ждать голодомора не надо продуктами запасаться не надо запасайтесь деньгами если сможете продуктами не надо дефицита продуктов в россии не будет ну качественных продуктов у нас и так дефицит и для того чтобы эту проблему решить надо бы просто снять продовольственная эмбарго который вела российской федерации ну продуктов содержанием сои пальмового масла будут в избытке можете не сомневаться как наталья иванова как вы относитесь введению в российской федерации qr-кодов при посещении торговых центров и других мест что это на ваш взгляд согласитесь ведь это совсем не забота о здоровье населения тогда что это такое наталья это забота но на такой лад как у как его понимает государство эту заботу введение qr-кодов необходимо для того чтобы люди стали прививаться это принуждение или подталкивание то подталкивание есть такой термин надж подталкивание взят из английской политики это довольно популярная там тема была лет 15 тому назад и в некоторых случаях эффективное подталкивание людей к тому чтобы они прививались вот и весь смысл black swan генерал говорил генерал свр что придавая глазки планы путин он их срывают ведь путин любит не любит когда его планы озвучивают зачем тогда вы говорите о сроках транзита хотите чтобы они его откладывали зачем же откладывали отложите него не могут дольше определенного времени мы хотим чтобы это все пошло криво наискось и это криво наискось и пойдет для этого будут приложены уже прикладывается огромные усилия успеет ли путин отдать сибирь ну планы по подписанию договором есть они подписание договору намечено на январь во время возможного это пока совсем не факт визита путина в пекин что будет знаете это за от нас с вами зависит путин то здесь причем это же мы не хотим чтобы сибирь отдавали понимаете он хочет алексей беля вы спрашивает расскажите как нужно самому копить средства например на свою будущую пенсию надежды на государство уже нет никакой почему на стране такая финансовая безграмотность какие книги почитать про накопление заветные кубышки или какие грамотных людей послушать посмотреть на счет алексей я сам этим вопросом специально не интересовался ну насколько я знаю такие видеоблоги есть и есть телеграм-каналы которые посвящены этой теме я как-то краем глаза их видел что я могу посоветовать если вы хотите накопить на достойную старость не просто на старость именно достойную старость вам придется делить свои накопления на три части да вот у вас будет какая-то консервативная часть какая-то плавающая часть это что вы тратите но не накопление свои доходы то есть вам надо выделить давайте так еще раз упрощу сумму которую вы будете окладывать накопление в чем копить значит если у вас возможность есть купить квартиру квартиру ну не абы какую квартиру в тех местах есть спрос на жилье тогда считаете что вы можете получить гарантированный приварок пенсии зависимости от стоимости аренды жилья вашем городе и от метража вашей квартиры да это один путь второй путь я рекомендую просто не все могут играть на фондовом рынке там великие риски если вы будете вкладываться в валюту то скорее всего вы сбережете свои деньги потому что российская система финансово несмотря на нынешнюю устойчивость я сам об этом говорю это не устойчивость устойчивость не стратегическая понимаете и мы увидим с вами очень серьезные катаклизмы в россии том числе катаклизмы связанные с российской финансовой системы а доллар и евро они останутся долларом и евро никакую банкротства соединенных штатов никакого дефолта соединенных штатах не будет это самый надежный способ если вы с каждой там условно получите с каждого дохода будете на какую-то сумму покупать доллары где хранить решайте сами если бы у нас ну вот есть у нас банки до формально это российские банки но фактически это дочки западных банков там сожалению процентные ставки мизерная сказать если вообще не сейчас берут валютные вклады я не знаю не уверен можете там а можете знаете как ни странно просто хранить в банке в банке я имею ввиду в стеклянные банки зарытия это не самый плохой способ я не шучу деньги омертвеют но зато они у вас по крайней мере сохранятся причем обратите внимание не в рублях а в долларах или в евро и не соблазняйтесь швейцарскими франками не соблазняйтесь британскими фунтами если только вам не надо ездить британию и не соблазняйтесь с тем паче китайскими юанями дарья опрыжка пишет что передач про тамплиеров зашла дарья спасибо вам огромное георг баланчин спрашивают ввп будут нас поздравлять с новым годом в декабре георг стали станет понятно будут ли у нас поздравлять с новым годом или нет катями тоже пишет что и очень понравилось про тамплиеров ольга лебедева ваше мнение какое будущее перенаселенных городов типа москвы и петербурга с окраинами превращенными в бесконечные застройки и гетто знаете на самом деле это мировая по крайней мере пан европейской тенденции что люди концентрируются переезжают поближе крупным городам и россия в этом смысле далеко не на первом месте в европе поверьте есть страны они относительно небольшие где до 20 процентов населения если не больше находится столичной городской агломерации так что это тенденция скорее все будут продолжаться в любом случае другое дело что надо создать возможность для людей чтобы они имели приемлемый медицинский образовательный уровень я имею ввиду приличные школы приличную медицину и далеко от москвы тогда не будет такой и да естественно оставлять у регионов больше денег то есть нужен бюджетный федерализм любой федерализм должен начинаться именно с бюджетного федерализма чтобы деньги оставались у региона тогда по крайней мере этот поток так называемый западный дрейф и стремление в столице он если не прекратится то уменьшится до приемлемых размеров но на это уйдут годы но честно вам скажу годы хотя если ввести бюджетный федерализм то может быть процесс этот по сокращению потока в нерезиновый он значит пройдет успешнее дилибер каменских правда ли что мария воронцова не родная дочь путина да насколько я знаю это правда она не родная дочь президента российской федерации его родная дочь это екатерина тихонова ну надо отдать ему должен он заботился и заботится марии воронцове как и своей родной дочери буду лай романов когда регионы перестанут кормить москву а тогда когда батальоны дадут огня василием виталинка чем прошу прощения виталий имеет ли смысл начинать заниматься предпринимательством если ближайшем будущем высока вероятность экономического коллапса виталий ну что значит экономического коллапса люди все равно будут есть да люди будут одеваться люди будут что-то потреблять все экономика не рухнет я говорил кстати не об экономическом коллапсе вот здесь лучше не передергивать или меня надо точнее уточнить надо уточнить о политических проблемах очень серьезных которые могут естественно сказаться на экономике но в целом но если у вас есть хорошая экономическая идея занимайтесь ее сейчас понимаете в россии никогда не будет но по крайней мере ближайшие месяцы а может быть даже к 2-3 года идеального времени для предпринимательства идеального не будет занимайтесь тем что у вас есть делайте то что вы можете с тем что у вас есть сейчас в этих условиях занимайтесь Если вы уверены, что у вас есть какие-то ресурсы, хороший план, то, скорее всего, у вас может получиться. Евгений Кузьмин спрашивает. Есть ли у власти планы по законодательному оформлению пыток, медицинских экспериментов над людьми и смертные казни за оппозиционную деятельность? Евгений, а зачем власти всё это оформлять законодательно? Пытки у нас без всякого законодательства, они же запрещены у нас, правда? Смертной казни за оппозиционную деятельность де-юры нет, а фактически многие люди оказываются перед перспективой потерь, если не жизни, то здоровья, о свободе я не говорю. Так что зачем это оформлять законодательно? Какой в этом смысл? Сардор Милана спрашивает. В ближайшее время в Узбекистан вступает ли в евразийское экономическое содружество? Я ничего об этом не знаю, к сожалению. Дмитрий Мезенцев. Что устанавливает кланы от дальнейшей грызни? Останавливает кланы только одно. Путин пока что в относительной силе. Как только он ослабеет, это произойдёт скоро. Грызня, она на самом деле уже идёт усилится. Убийство Зиничева – это как раз проявление межфракционной борьбы в силовых кругах. Классическое убийство. Это, подчеркну, было именно убийство. И причина его конфликт между силовыми фракциями. И вопрос же того же Дмитрия Мезенцева – каковы перспективы у Собянина в будущем транзите? Для Собянина сейчас главное сохранить свою позицию как мэра Москвы. Пока что, насколько я знаю, ему это обещано. А дальше всё будет видно. Я думаю, что прояснится это окончательно в ближайшие полгода. Но не раньше. Ротфронт. Будут ли кредитные амнистия? Да, при новой власти. Вот мы, кстати, в сообществе перемен подготовили проект. Ну, не проект, а концепцию. Вот это будет точнее концепцию кредитной амнистии. Я считаю, что кредитная амнистия необходима. Ольга Селиванова. Скажите, что сейчас происходит с Дмитрием Чабановым и движением «Что делать?» Ольга, к сожалению, никто не знает, что происходит с Дмитрием Чабановым и людьми, которые были вместе с ним арестованы. Потому что та статья, по которой они были взяты под стражу, по-моему, она даже исключает адвокатское сопровождение. Даже где они находятся, никто не знает. К сожалению, ничем не могу поделиться. Ничего не могу сказать, что сам ничего ровным счетом не знаю. Дмитрий Мизинцев благодарит за ответы и за стрим. Black Swan. Как здоровье, ясно солнышко. Есть подробности? Здоровье такое, что и было. Постепенно ухудшается. Владимир Мездорожный. Валерий Дмитриевич, Госдума отказалась от расследования пыток в учреждениях в СИН. Думаете, они уверены, что их вмешательство не повлияет на ситуацию? Поэтому решили не начинать? Или просто придерживаются наказа кормщего? Ну, имеется в виду президента Путина. Слушайте, да наплевать двумя на пытки. Вы понимаете, что наплевать им на пытки? Наплевать. И это ошибка. Это ошибка. Потому что они ведь с высокой вероятностью многие могут оказаться в этих местах. Им бы сейчас позаботиться о гуманизации, законодательство, о приведении в порядок пенитенциарной системы. Для себя, любимых. Вот Улюкаев, вы помните, да, министра Улюкаева? Вот он сидит сейчас, отбывает срок. И он в интервью несколько раз сетовал, что «Ах, если бы я только знал, я бы гораздо больше внимания уделял бы реформированию ФСИН, реформированию пенитенциарной системы». Расскажу вам следующий эпизод. Ну, вспомню. Была такая, на самом деле, большевистская партия, которую возглавлял Эдуард Лимонов, выдающийся русский писатель, действительно выдающийся, очень отважный человек. И вот его заместителем по партии был, если мне память не изменяет, Анатолий Тишин. И где-то он в Подмосковье, опять же, прошу прощения, не помню название города, я запамятовал, работал с гетаргом, санитаром, патологоанатомичкой при больнице. И там были какие-то местные выборы. Денег, значит, у него на компанию не было, он участвовал, тогда подписи собирать не надо было, избирательный залог не надо было вносить. Ну, он сделал партию листовок, таких, знаете, простеньких, чёрно-белых. Ну, я бы сказал, что они были совершенно убийственны в прямом, переносном смысле, по своему посылу. Анатолий Тишин-санитар Морга, внизу, подумай о будущем. Так вот, депутатам Госдумы надо было сказать, перед обсуждением этого призыва, который коммунисты инициировали, подумайте о своём будущем. Не хотят думать о будущем. Помните, я в начале передачи говорил об эффекте третьего лица? Относится к кому угодно, но только не к нам. А вдруг и к ним это отнесётся? Мы же приложим к этому усилию, правда? Надо постараться. Любовь Бажанова, ждать ли Пфайзер, не раньше, чем спутник будет признан в Евросоюзе? До этого Пфайзер ждать вряд ли стоит. Пфицилийка. У Путина был уникальный шанс остаться в истории. В качестве мал золотник да дорог. Но он выбрал мал клуб да вонюч. Почему он выбрал второй путь? Неужели ему недорога репутация? Потому что первый путь выбрал Ли Куан Ю, выбрал Дэн Сяопин и выбрали другие люди. А Путин оказался в компании не с теми людьми. Наплевать ему. Нет, не то, что он не хотел бы след оставить в истории, он надеется оставить след, восстановив мощь и величие бывшего Советского Союза. Ну, хотя бы отчасти. А на самом деле вы прекрасно понимаете, какой ужасный след и какая чудовищная память об этом человеке останутся в истории. Чудовищные просто. Алексей Пирогов. Почему на Украине, несмотря на революцию и достоинство, демократию, международную финансовую помощь, ничего не получается с проведением реформы, повышением уровня жизни? Давайте уточним. Кое-что там получается, хотя не так хорошо, как бы хотелось украинцам, и как в принципе надо Украине. Потому что ключевой фактор проведения реформы, вот я только что минутой ранее упоминал Ли Куан Юня, Ли Куан Ю, прошу прощения, это элита, это те люди, которые принимают решения, проводят их жизнь. Это ключевой фактор всегда. На Украине такого фактора пока не оказалось. Роман Петров. Ваше мнение о Розе Петрова, о Розе Мира Даниила Андреева. Не читал. Будулай Романова. Выйдет ли Россия из ВОЗ при смене власти? Будулай, слушайте, России наплевать на ВОЗ, и Соединённым Штатам наплевать на ВОЗ. Ну что думаете, организация что-то может России рекомендовать или требовать? Да ничего подобного. Ничего подобного. Это просто глубочайшее заблуждение. Инесса Гудочкина. Когда закончится миграционный беспредел? Расскажите про амнистию среднеазиатских преступников. Ну, речь идёт об амнистии для 185 тысяч узбеков, которые были депортированы из Российской Федерации, сейчас они могут вернуться в Российскую Федерацию. Это не означает, что это 185 тысяч человек преступники, я думаю, что они были депортированы за нарушение миграционного законодательства, а не за преступления. Ну, большей частью, по крайней мере, за нарушение. Почему это надо? В России дефицит рабочих рук. Вот сейчас у нас будет перепись населения. Выяснится, если она будет проведена хоть более или менее честно, что в России колоссальная убыль населения. Колоссальная. Что те люди, которые формально граждане России, фактически они давным-давно живут за пределами Российской Федерации. Нужны рабочие руки. Лучше рабочие руки, относительно бесправные. Значит, соответственно, из тех стран, где ниже зарплатные требования, хотя я знаю, что уже сейчас у мигрантов зарплатные требования ниже, чем, допустим, у этнических русских и представителей других народов, коренных народов Российской Федерации. Но, тем не менее, у тех людей, которые будут относительно дезориентированы в этом российском пространстве и будут лояльны власти за то, что они получат от неё права. Это, понимаете, это компенсация убыли населения. Компенсация убыли населения. Почему убыль населения происходит? Почему за 20 лет ничего не было сделано для того, чтобы, если не повернуть демографические тренды, то хотя бы приостановить деградацию антропологическую и убыль населения – это вопрос к действующей власти. Только к ней и более не к тому. Блэкс Ван. Поклонскую ввели из подчисток в Крыму или просто почётная ссылка? Слушайте, конечно, это ссылка, и ничего почётного в этой ссылке нет. Какие книги читал Путин? Спрашивают Самбел Растамян. Я сомневаюсь, что в последнее время читал какие-нибудь книги. Очень сомневаюсь. Аналички записки он читает. Очень любит компрометирующие материалы о жизни западных политиков. Обожает их читать. Но это всё-таки не книжки. Ну, или книжки весьма специфические. Михаил Иванович, почему так важно взаимное признание вакцин? Для людей было бы достаточно взаимного признания сертификата вакцинации. Но без признания вакцин нет признания сертификата вакцинации. Вот, кстати, насколько я знаю, только Эстония. Она принимает... Эстония, кстати, член Европейского Союза. Но она выдаёт свою национальную визу. Вы можете въехать, привившись спутникам и даже к Якове-Вакам. Мне кажется, это очень разумный подход. Но это не подход Евросоюза, подчеркну. Мария Великотовна, какое образование Путина? Ну, как какое? Профессиональное, юридическое. А потом, как это, в институте, это не академия тогда называлась, это школа КГБ. Но нет, это при первом главном управлении. Это вот, я просто сосед с этой организацией, так получилось. Вот там он и учился, в учебном заведении. Согласны ли вы с Катасоновым, что Центральный банк – это филиал Федеральной резервной системы? Это полная и законченная чепуха. Центральный банк – это филиал Кремля. Он не независим, но он никак не зависит от Федеральной резервной системы. Почему из-за аналитиков не предлагают новые формы строительства нового государства? Все только бухтят. А нам бы старые формы попробовать, а? Я уверен, что что-нибудь приличное получилось. Марго Симпсон, Краснознаменный институт. Нет, Краснознаменный институт языков нет. Он, Путин, не в нём учился. Наталья Малышева. Вы же рекомендовали продавать квартиры, выкладывать в валюту. А теперь покупаете квартиры. Я когда давал рекомендацию покупать квартиры? Вы вспомните. Продавать квартиры, выкладываться в валюту. Как раз накануне обвала рубля. Я был абсолютно точен. С тех пор прошло сколько? Два с половиной года. Вы что, думаете, что тот совет, который был уверен два с половиной года, верен будет сейчас? Профессор, имеете ли вы отношение к династии Романовых? Прошу от Белой Россы. Эк, вы меня насмешили. Нет, я самого простого происхождения. Как говорил в своё время рабочий Крестьянского. Лебейского. Вася Пупкин. Какой прогноз по Навальному? Получит новый срок. Освободить Навального сможет только революция. Спрашивает за Аль. Что я думаю о новом главе Дагестана? О генерале Меликовой? Я, к сожалению, о нём мало что знаю. Ничего не могу сказать. Вы уж извините, но я всё же не специалист по всем вопросам. Вот ядерная физика, квантовая механика, оперная музыка. Ну нет, лучше к специалистам. Станислав Х спрашивает. Почему Путин не выделит пару-тройку триллионов на медицину из кубышки? Ведь она пополняется моментально. Воровать не помешает. Станислав. Генерал Свер очень много раз рассказывал об этой черте Путина. Путин считает деньги российского бюджета своими личными. Это первое. И второе. Он чрезвычайно жаден. Ему жалко этих денег. Понимаете? Ему жалко. Он их бережёт на чёрный день. Помните историю Великого Гоголя о Плюшкине? Для себя ему не жалко. Плюшкин для себя жалил. Для себя Путину не жалко. Ткаченко Евгений. Стоит ли уезжать за границу? Иммиграция – самый простой способ изменить политику ситуацию, систему со знаком вопроса. Нет, если вы уедете, вы ничего не измените. Но вы сделаете свою жизнь лучше. Жизнь своих детей. Если у вас есть такая возможность, у вас есть какая-то стратегия, вы молоды, да, вы вполне можете уехать. Я к этому отношусь с пониманием и считаю, что сейчас это была бы неплохая стратегия. Вот меня спрашивают. Вы тут сказали, что за Чикатило расстреляют двух-трёх невиновных. А кто-то понёс за это наказание? Я не слышал об этом, чтобы кто-то понёс наказание. Но в любом случае, это наказание, если и было, то что-нибудь связанное с понижением по служебной лестнице. Но не уголовное преследование. Юрий Мельник спрашивает, когда последний раз был на родине? Давно, до начала войны. В 2013 году я последний раз был в Донбассе. Меня спрашивают. Работаю в крупной IT-компании. Думаю, до 80% коллег оппозиционно настроены. Есть ли у вас идеи, как обратить коллег в сторону активных политических действий? И каких? Знаете, я вам не советую заниматься обращением коллег к активной политикой деятельности, потому что на вас настучают. И в лучшем случае вы делаете с неприятным разговором со своим начальством. Просто пытайтесь укреплять горизонтальные связи. Ведите те разговоры, которые вы вели. Сама ситуация заставит людей выйти. Поймите. Ждите триггера. Вы увидите, когда всё начнётся. Это очень важно. И постарайтесь сохранить себя в безопасности. Виталий Бим. Почему ФБК не призывает к протестам? Они слились? Почему? Ну, почему же слились? Значит, ФБК считает, что у протестов нет никакой перспективы. Они сделали ставку на что? На умное голосование. Дальнейший код в их стратегии не предусматривался. Вот прошло умное голосование. Оно было полностью нивелировано электронным голосованием. Это не было понятно. Это было понятно. Это было понятно ещё до выборов. Но второго хода у них в плане не было. Это и не хорошо, и не плохо. Но это такова особенность их планирования. Михаил Дже спрашивает. Как вы считаете, слив видеозаписи ФСИН с пытками заключённых в общий доступ может быть намеренным актом запугивания населения? Ну, это не было намеренным актом. Это совершенно точно произошло без ведома и против ведома и против интереса этой системы. А какой эффект это окажет на общество, это уже вопрос другой. Здесь надо социологию смотреть, понимаете? Если её удастся провести. Потому что у одних это действительно способно вызвать страх. У других возмущение. Вот я сегодня встретился с человеком недалеко от своей станции метро. Он меня остановил, сказал, что он смотрит моё видео. Он хотел бы со мной поговорить. По счастью, у меня было свободное время. И у нас был с ним короткий диалог. Я не буду называть, как этого человека зовут. Он сам этнический татарин. Очень милый, очень, я бы сказал, грамотно мыслящий и грамотно излагающий свои мысли. Он сказал, что вот у него вот эти видео, они вызвали просто приступ ярости. Так что реакция у людей может быть прямо противоположной. Продолжение следует... Так, дорогие друзья, вопросы уже стали повторяться. В эфире с вами мы находимся без малого, ну нет, 74 минуты, если быть точным. Сейчас, я думаю, уже тогда пора закрывать нашу трансляцию. Я хочу вам напомнить, что если вы намерены, и для вас было бы интересно подключиться к курсу по манипуляции, курс начнётся 18 октября, и будут стать из пяти занятий, то первый коммент, прошу прощения, первая строка, вот в описании этого стрима, первая строка в закреплённом комменте под этим, под видеострима, это ссылка на курс, на курс по манипуляции. Если вы захотите оказать помощь в сообществе перемен, в нашей борьбе за свободу и справедливость, то вы увидите там же банковские реквизиты. От вашего имени я хочу поблагодарить нашего оператора Георгия за прекрасную работу, выразить благодарность товарищу майору за то, что нам в этот раз не мешали. Вам всем хочу сказать, пожалуйста, берегите себя, я вас очень прошу, берегите себя, я остаюсь с вами, всегда на связи, и главное помните, твёрдо помните и не сомневайтесь, победа будет за нами.